Значит, что у нас с вами большее, мыслить большее, значит, мыслить следующую, удерживая отношения предыдущего и последующего. Значит, мыслить большее. Значит, еще раз, два действительно состояния сравним, без абстракции. Мышление следующее задается тем, что переход и есть построение нового. Переход уже мыслиться, но мыслиться неотрывно от построения нового, другого. Мышление перехода и мышление другого, нового предмета, неразлечимое. Это дает следующее. Это действительно состояние, которое можно разложить на какие-то абстракции, но это дело. Идущее за ним действительное состояние – это большее. Мышление, где уже переход и построение различимое. мышление, мышление поршину, мышление перехода и мышление построения различимое. Но они составляют одно целое. мышление, мышление перехода, переход и построение следующего различимое, но составляют одно целое. Удержание перехода и построение как некоего различенного целого. Опять получается, что переход как переход мы не мыслим. В отдельности переход как таковой мы не мыслим, а мыслим только в единстве с построением следующего. Получается большее. Из того, что переход и построение большего составляют единое целое, из этого вытекает некая абстракция или сторона, которую можно выделить из смысла большего. Если переход и построение составляют одно целое, то мы можем… можем… то мы опять имеем… как сказать… мы опять имеем… неразлеченность… неразлеченность… хотя бы вновь мысли, чем прежде, имеем неразлеченность перехода и построения. Ведь если переход и построение мыслиться лишь как единое целое, неотрывно друг от друга, хотя и различенно, хотя и различенно неотрывно, то получается, что переход и построение можно понимать как просто построение. Как просто сложное построение. Сразу как можно понимать просто как сложный переход. Смотрите, когда мы говорим о следующем, то в действительном состоянии, в действительном состоянии, не абстракции, в действительном состоянии мысли, является неразлеченность перехода и построения. это одно. А как мы от первого элемента оторвались? Вот у нас есть первый, а за ним следующий. Как мы умудряемся оторваться? Почему переход вообще не прорывный? Почему первый переход и второй не есть нечто непрорывное? Почему там оторвалось, а здесь как бы не отрывается? А где чего оторвалось? Ну, у нас есть первый же, да? Как бы первый. Потом есть переход ко второму. А почему вот этот первый оторвался как бы от этого перехода? А второй нет? Ну, как бы вот, получилось же у нас, что дискретность, с одной стороны получилась дискретность, да, когда мы от первого переходим ко второму. А с другой стороны непрорывный, когда переход с лиц вместе со вторым. А почему не все, почему построение не целостное? Значит, что первый переход и второй, все это одно. Они, ты говоришь о следующем, да? Да. Ну, и как бы прибавление здесь тоже имеет значение. Я просто к чему говорю, что вы все говорите, что переход не различен со вторым, то это как бы даже какая-то новая мысль. У нас такого вроде как бы не было особо. Мы говорим, что прибавление там есть, но переход-то отличался от самого-то второго. Теперь не отличаетесь. Тогда почему он отличается от первого перехода? Почему переход отличается от первого? Ну, это на стадии следующего, да? И на стадии следующего, и на стадии прибавления. Это одинаковый вопрос. И там, и там. Да, но сначала на стадии следующего возникает. Да. Следующая как появляется? Форма мыслит себя причиной предмета, причиной определенности предмета, конечность и предметов, чтобы вновь мыслить себя причиной конечности предмета. То есть форма мыслить себя причиной и мыслить себя воспроизводящей себя причиной. Потому что он не является причиной тем способом, что себя воспроизводит. Следующий — это вот такой вот дискретный ряд. Предыдущая, следующая, следующая, следующая. А переходы между ними есть? А переход мыслится таким образом, что переход и построение второго не различимы. Не, я понимаю, а вот в первом случае, когда был это... У нас есть воспроизведение — вот-вот-вот. Между ними переходы есть? Нету. А как так? Но он не осознается, как переход. Но он же был, если кого-то не возник же, правильно? Он если не осознается, то тем не менее он был. Да, но он же не осознается. С другой стороны, если он осознается, значит он отличается? Нет, нет, он не осознается. Нет, нет, дальше, дальше. Когда переходим мы дальше? Да, к прибавлению? Ну, значит, он в следующем. В следующем. В следующем переход осознается? Конечно. Так, значит он отличается от этого? От построения нового не отличается. Вот это и странно. Там понятно, почему он не отличался. Потому что он просто и не осознавался, он и был одним. А теперь он осознается, но тем не менее отличается. Это же странно. То, что осознавать, казалось бы, это и есть отличание. Ты осознаешь от первого. Но не осознаешь от второго. Вот так. Нет. То есть мы осознаем, что есть переход. Это означает отличать его от того, к чему он переходит. Если понимаешь, что 1-ой рассказ necesitается, что его и 2-ая. Либо мы переход отличаем от самого. И знаешь смысл вот в прибавлении, допустим. Прибавлении не будет, если переход не будет отличаться от второго, к чему переходит. Если оно не будет отличаться, то мы просто не узнаём на самом деле, есть прибавление или нет. потому что мы построим просто 2 и все и вы не будем знать больше переход отличается от чего от второго не отличается но это и странно когда прибавление нет нет прибавления тогда никакого не но я имею ввиду что когда прибавление подойдет я просто пытаюсь вы пытаетесь рассматривать на стадии 1 а вот мы сравниваем различные уровни между собой я хочу понять какова динамика сначала переход не осознавался потом переход осознается потом переход становится прибавлением вот надо понять какова динамика этого перехода даже важно поэтому я говорю что если в прибавлении переход не отличается от второго тогда прибавление на этой стадии не 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 а в прибавлении есть отличие перехода от второго прибавление еще нет вообще-то мы уже прибавление я не нифига я вопрос задался когда мы про прибавление говорить не было только сравнение двух состояний реальных состояний следующее и больше а прибавление не было уначе на любви хватит и уровень прибавлении переход отличается от второго но больше выпускаем больше не прибавление я просто у меня снова это прибавление больше в отличается переход от этого от второго это же вопрос теле я начни правильно я сказал теле не прибавление да в больше должен отличаться потому что иначе непонятно почему больше приращение оттуда возделать значит на есть отличие на лицо я уже не понимаю что будет эта вещь не ну вот сейчас уже в конце речь идет о том что вот в состоянии больше мы имеем дело как вы выражаетесь с различенным целом в этом целом мы различаем переход и построение вот вопрос блата состоит в том что в каком ну и за одной бой кстати сказать в каком смысле это различенное целое тем не менее этот переход каким-то образом еще что с ним не так он же еще не удерживается как таковым или удерживается или удерживается недостаточным опытом то есть почему здесь можно говорить о том что нет нет перехода как таковым да нет перехода как отличного первого таки остальное вот его нет вопрос почему потому что целое это целое но оно же развлеченное мы в нем вполне себе ясно сознаем переход да я как раз еще более ставим вопрос кардинально если нет мы не понимаем различие перехода и целого вот это второго тогда мы и больше сказать не можем потому что больше это и есть возможность как различить что но откуда откуда возникло понятие больше если мы переход и целое воспринимаем как одно как мы можем понять больше они не одно они объединены в одно целое но чтобы они были объединены они сначала должен быть различены но вот мы их и различаем как мы различаем их или нет а ведь пивакши говорит что мы не различаем мы их различаем но смысл в том что недостаточным образом переход еще не стал чем-то самостоятельным общий смысл таков я только не понимаю как это можно здесь сформулировать потому что мы же его все-таки различаем мы же его в этом целом все-таки явным образом сознаем больше значит это следующее с удержанием отношений одновременно удерживаем и переход отношения и построение следующее получается уже не просто следующая больше больше относительно предыдущего при этом переход и построение составляет иначе как части целого самостоятельно они не а как тогда больше то есть такие части которые не возможны вне целого да а как тогда больше как больше ведь на самом деле когда мы строим второе мы же не знаем там из каких она частей состоит ну больше какие то частей как возникло больше как вообще сравнение д coin возник六 conv般 если следующие проекта понятно больше если по сказанным следующий предыдущий был смысл а теперь больше чем в чем полюс 3 я думаю что больше же он стоит то что переход есть чтобы он был чтобы можем сравнить переход должен бы полностью асзотрудно то есть полностью мы надо не еще на от самого целого я Да можно сравнить. То есть, вот здесь, вот здесь, как бы точка. Второй. Отдорожен быть полностью отличен. Олег Михайлович говорит, что это не обязательно. Он может мыслиться, как часть целого, другой частью целого является вот это полагающее одно. Второе. Ну, второе, да. Второе. Именно потому, что они мыслиться в качестве целого и одно, и отношение его, как бы, к предшествующему, только за счет этого, как бы, двойственности, это один акт, одно целое. Именно поэтому этот, вот, двойственный акт получает право называться больше. Потому что это не просто одно, а одно, относящееся к предыдущему. Второе. Можно называть второе. Второе. После последующего мы спокойно говорим второе. Да. Нет, подождите, то, что часто говоришь, это все касается предыдущего позиции, то есть следующего. А где больше? Вы скажите мне, в чем приращение смысла? Потому что должен быть приращение смысла. Нет. То в смысле, что первая это одна морковка, а потом две морковки. Нет, две морковки нет, потому что мы не отличаем переход от самого целого. Двух морковок нет. Есть одна, какая-то, что-то, потом есть другое, что-то другое. А это вторая морковка. Смотри, была в следующем. Разница такая. Следующее. Это второе, в кавычках. Да? Но это второе есть также и переход от первого ко второму. То есть переход вообще никак не отличается от второго. Это все неправильно. Это следующий. Это следующий. Это случилось больше. У вас стало что-то другом. Нет, было именно об этом спрашивают. Нет, спрашиваешь. Мера это в чем состоит? Мера. Почему больше, понимаешь? Почему у тебя B следует после А, и почему у тебя B больше, чем А? Помимо того, что у нас следующая. Да. Вот так. У тебя бывает ситуация. Чему больше? Понятие больше в математике? Ну это условность. Ну что ты перецепился, я не могу понять. Ты просто, это одно из определений. Ты понимаешь содержательную разницу? Быть больше и без следующей. Это одно и то же, наверное? Да нет, конечно. Ну сколько можно открутиться вокруг одного, ребята? Ну, а только у Алены Михайловича одно и то же. Да не одно и то же. Как это? Опять 25 за рыбу деньги. Значит, следующее. Это одно. Так. Переход к которому от него самого, вообще никак не отличается. Они слипшись полностью. Мы их никак не можем различить. Ситуация больше, когда это самое одно, которое теперь уже можно называть второе. Есть как таковое. И плюс. К нему есть отношение, есть переход от предшествующего к нему. То есть уже они выслиться не слившимися, а хотя и частями целого, но различенными частями целого. Все. Поэтому следующее. Чем больше и то же самое. А чем, например, алфавит отличается от шахматных фигур? Да? Алфавит. Там у тебя больше это означает, что порядочит А, Б, В, Г, Г, Ц. А шахматные фигуры, что у тебя словом приблизительно равен трём пешкам. Он в этом смысле равен. Не в том, что он после пешки идёт, а в том, что он приблизительно равен трём пешкам. Вот почему причина. То есть об этом имманентной норме. И это было об этом и спрашивают. А имманентные характеристики второго. Есть ли эта имманентная характеристика? Или всё это характеристика, это то, что оно идёт после первого? Нет ещё никакого способа здесь мыслить количественное отличие между первым и вторым. Ещё нет. Так прибавление, то есть больше... Нет ещё прибавление. Ну сколько вам тут? То есть это не прибавление, больше, это уже количественное сравнение. Да, больше это количество. Я считаю, что здесь нет никакой возможности мыслить и некую имманентную норму. Такого нет. У тебя второе, это значит после первого. А операция больше, то всего лишь один из разновидностей полной упорядочности. Полной упорядочности. Но эту же операцию, то есть как же можно назвать это слово, меньше. То есть это не количественный счёт, а просто... Второй был меньше первого. Почему? Да просто так захотелось. Я говорю, это просто не количественный счёт, получается, а просто продолжение порядкового. Так, да. Просто был порядковый счёт следующий, теперь порядковый счёт. Ну вот я просто так уже говорил, что всех нас сбивают в то, что... Вот это развлечение порядкового и количественного счёта не совпадает с той мыслью, которую излагает Олег Михайлович. Ну просто буквально не совпадает. Есть большее дробление, чем просто порядковый и количественный счет. А вы упорно гнете одно и то же. Ах, ты сказал порядковый, а это значит, я знаю, что это значит. И пошли опять наши сапоги. К этому отношению не менее веково. Ну, ты говоришь количественный. А значит, вы должны мне сейчас... Просто фиксируем, что у нас задается некая линейная операция на множестве форм. У нас создается некая линейная операция. Которая, скорее всего, даже одно простое соответствие. Почему? У нас одному ставится соответствие как бы другому, и все. Именно другому, потому что он ставится по всей мере. Он называется следующим. Ну, это чудесно, ну и что? Он просто уточняет позицию. Да ничего ты не уточняешь. Ты выкидываешь, собственно говоря, само понятие следующего и само понятие больше. Подменяешь привычными тебе смыслами и говоришь, что ты что-то уточняешь. Что ты уточнил? Что? Просто, чего я выкидываю? Чего я выкидываю? Чего я не выкидываю? Несколько я хочу понять, что что-то может быть непонятным. Смысл следующего понятия. Да. Не следующего понятия. Не понятия. Следующий, да. Где переход совпадает с построением нового-другого. Это называется следующим. Да. Это вроде понятно. Теперь мы берем другую ситуацию, когда переход отличается от построения следующего, но составляет с построением некое целое, состоящее из двух частей. Это я выражаю так, естественным образом. Больше, это когда следующие мыслицы вместе с удержанием, вместе с мышлением перехода. По-моему, это совершенно ясное большее. Причем без операции сложения. Не пешки и слады. Потому что слово это пешка плюс пешка плюс пешка. Да. А больше, где больше ты взял? Чтобы было больше, должна быть общая мера, на которой сравнивается. Не важно, прибавление здесь есть, и диване. По-моему, где мера. А скоро слова. Чтобы больше, больше структура полярсов, это то и то же. Ребята, больше возникает не с такой ты монетной меры. Да нет, ну. А не с того, чтобы у тебя... Это важно, Савель. Чтобы было больше. И монетная мера была, задается стадии вот-вот. Вопрос мира не шоу. Нет. Там мера не была. Все это повторяющиеся, одинаковые, вот и какая-то разговора мера. Что ты перейдешь? Можно, с чем можно сомневаться? Это целое число. Нет, вопрос в следующем смысле. Если бы у вас переход отличался бы, тогда бы можно было понять, что именно на этот переход следующие и больше. А переход отличается. Вы бы сказали, что он не отличается у вас сначала. На стадии следующего не отличается. На стадии большего, я как говорю, больше, все-таки больше. Это следующие с удержанием перехода. То есть переход все-таки от стадии еще отличается. Да, безусловно. В этом смысле следует. В этом состоит тогда больше, да. Тогда нет вопросов. Нет, ну просто... Смотрите, как мы усложнили ситуацию на самом деле. По сравнению с десятилетней давности. У нас ведь вот-вот было и тогда. Оно было просто безотносительно. А в новом пространении безотносительно является лишь моментом... безотносительно, когда берутся не отношения формы, а отношения вещей-предметов. Тогда предметы окажутся безотносительными. То есть то, что вы раньше принимали за реальные шапки, проявляется лишь одной из абстрактных сторон реального шапка. А это очень существенное обслуживание. Тогда-то мы вообще не неводро бежали. А сейчас, наверное, у защиты даже не рассуждаем. И вообще в других стадиях тоже не хочется отвлекаться на сравнительный анализ в десяти летней давности. Но везде так. То, что было реальную шапку десять лет назад, теперь является всего лишь абстракцией от него. Да еще не двигающая абстракция. Это абстракция, которая снимается. Потому что безотносительность вот-вот – это то, что убирается уичеменением, а не то, что движет. А для нас с вами десять лет назад, и даже в начале этого года, вот-вот были безотносительно. Между которыми надо было узнать отношение мужчины. В итоге можно переход брать отдельно, правильно? Ситуация больше, переход можно брать отдельно. Да. Вот это и важно. Да. Почему? Потому что я напомню, в ситуации следующего, одной из абстракций было как раз мышление вот этой буквой П. То есть мышление отношения и форм, а не самих форм. Когда форма была отношения и форма. Когда эту абстракцию мы нашли, наставили следующее, мы перешли в большую. Потому что теперь мышление, как положено буквой П, мышление перехода и мышление построения – различение. но в то же время, возвращаются, но в то же время составляют целое целое. И друг без друга не мышление. Просто мышление перехода так же глупо, как просто мышление построения. А не в миске, только в миске составляет вот этот смысл больше. То-то, вот есть одно, а вот смысл то-то – это и есть больше. То есть следующее содержание отношения к предыдущему. Помните совершенно прозрачный смысл больше? У меня совершенно как-то никаких не возникает тут внутренних недомогов. Поскольку в большем переход и построение, переход ко старому, построение к старому составляет целое, обязательное целое, и мышление, как частью целого, то я говорю, что в этом случае это действительное состояние. в котором нет никакого беспокойства. Сначала первый, потом второй, который больше первого, потом третий, который больше второго, и поехали. Каждый раз вот это вот недостроенное выхлопное. Следующее содержание – переход. И пошли. Здесь нет процедуры сложения. Сложение было бы мышлением перехода как такового, без второго и без первого. Вот это было бы сложение, это был бы плюс, но этого сейчас нет. Сейчас переход мышлится вместе со вторым. Эта конструкция хромового P, собственно, и составляет смысл больше. И этот смысл вот производит себя вот такими вот, не P, а P получается, а перевернутые вот этого движения, постоянные, есть как раз счет на мангрибе. И просто второй больше первого, третий больше второго, четвертый больше третьего, и так далее. И мы расшатываем произвольно, как и всегда. Расшатываем это произвольно. Пытаемся найти в этом живом, здоровом себе состоянии мысли, и пытаемся найти две хромые абстракции. Отвлеченности, стороны. Одна из которых, как сторона, не может выслиться. Таков наш общий метод. Или просто метод. Что является абстракцией? Поскольку переход и построение второго составляют целое, то, в существе, мы имеем ситуацию, когда опять переход и построение неразличены. Когда переход по второму и построение второго можно рассматривать как сложное построение второго. Что же называется переход? Сложное построение второго. Да, оно не простое, но оно сложное. Это будет абстракция о живом состоянии. Это будет абстракция. Важно понять, что это будет абстракция. Но такая абстракция вполне возможна. Когда переход и построение второго будет ничем, может рассматриваться как сложное построение второго. Или опять же он может рассматриваться как сложный переход по второму. Что в этом случае получается? Что в этой абстракции получается? В этой абстракции опять получается... Еще раз, потому что у меня на самом деле до конца все не получается. Вернемся к следующему. Что было в действительном состоянии мысли? В следующем действительном состоянии мысли было неразлеченность перехода и построения. Это была действительность. В ситуации больше мы имеем другую ситуацию. Неразлеченность перехода и построения в чем заключается? Что вот это целое, состоящее из перехода по строению, и построение можно рассматривать просто как сложное построение, или как сложный переход. Но это является абстракцией. Уже не в действительном состоянии большего, а для большего оно является абстракцией. И, конечно, точенство здесь не такое, как ситуация следующая. Оно какое-то другое. Но если мы берем мысль неразлеченность перехода и построения, перехода ко второму и построению второго, мы говорим еще раз, почему бы не назвать это просто сложным построением второго? Тогда мы имеем ситуацию, что переход к большему и само большее, оказывается, вроде как не различен. Переход ко второму, которое большее, и само второе, которое большее, не отличает друг от друга. Правда, эта неразлеченность не такова, как в случае следующего. Она не такая. Нет, почему же она не различенность? Это же две разные абстракции. Мы одно действительное состояние различенного целого абстрагируем либо в сторону усиления второго, либо в сторону усиления перехода ко второму. Ну да. Но первую абстракцию и вторую абстракцию, как можно их, не знаю, не различать, перепутывать? В каком смысле есть неразлеченность перехода и второго? Ну, мы можем так осуждать. Если мы будем думать, что переход ко второму и построение второго есть не что иное, как сложное построение второго, то у нас получится что? Ведь в построении нельзя в построении отличить от того, что строится. Построение-то и есть, собственно говоря, как бы появление второго. Мы строим второго как большее. Мы имеем сложное построение второго, когда мысль сначала отношения первого, потом удерживаем отношения и мысль сама второго. Мы говорим, что само это движение, построение сначала отношения и потом самого второго существует как построение самого второго как большего. не как следующего, а как большего отношения или переход? это на этом не просто отношения есть между тем только что различено и уже никак не может быть потом слито что такое отношения? в отношении вступает и двое которые различены это само отношение а если в отношении вступает нечто целое, которое не различено с отношением то это как бы не отношение, я не знаю, что это такое. Давайте переход, сохраним слово переход. Переход понятно, да. Если одно, потом раз, переход. Отношение тоже в следующей стадии, когда переход полностью уже различен. Я не против таких терминологических уточнений. Я просто хочу понять, что это означает, если мы поймем переход ко второму и построение второму, как сложное построение второго. Тогда мы возвращаемся к следующему, нет? Да, я хотел бы это получить. Возвращаемся к следующему, тогда, правильно? Я чувствую, что это так, но мне никак не сформулировать ясно, что нужно сформулировать. Я чувствую, что сломывается, если понять, как это движение большему, как просто построение большему, то получается, что построение никак не отличается от того, что строится. И получается возвращение к первому. Не удерживается таким образом. В общем, то обстоятельство, что переход мысли лишь совместно с построением, это тоже еще не дает нам двух самостоятельных. Первого и второго, которые соединены красивыми отношениями. Этого нет, поэтому надо найти и сформулировать вот эту вот схлопываемость, неудерживаемость, относительность. Это всего лишь счет. Больше это всего лишь счет, неудерживаемость, неудерживаемость. Я пытаюсь это вот как-то сказать, что если возьмем движение большему как сложное построение вот этого самого большего, второго как большего, то между построением и самим вторым разница между построением и вторым, между построением вторым и вторым. Другая абстракция состоит в том, что мы выделяем отдельный переход и отдельно второе. Вот две абстракции. Первая абстракция, когда она сливается, она как бы возвращает нас в предыдущее состояние, и поэтому она не продуктивна. И мы берем другой абстракция, где переход отличается от второго. Правильно? Правильно. Вторая абстракция должна быть именно так. Давайте подумаем. Оставим пока первый абстракция. Я тут что-то недоговорил. Я понимаю, не знаю, где они договорили или нет, но куда-то туда были бы движущие. Ну, что я говорю, что вот это вот сложное движение, которое называется больше, его можно понять как сложное построение второго. И тогда вроде как схопывается, возвращается, когда мы, наверное, переход большим от самого большего опять не различаем. Но если схопывается, то опять это две стадии. Если схопываются две стадии. Сначала исчезает построение, а затем исчезает приход. Ибо они изначально были различены. В одну, в один шаг, сломанивать не может. Хорошо. Не договорили. Что представляет собой вторая абстракция? Вторая абстракция, как я заметила, должна представлять собой мышление Солнца на переход. Отличного построения второго. Старшек и отличная от первого. Возникает уже отношение. Ну, можно назвать переходы уже отношения. Но наш переход как помысленный, как самостоятельное нечто и есть отношение? Ну, тут не совсем. Потому что, пересмотрите, действительное состояние у нас было в том, что был переход и построение. То есть, вот это предшествующее в качестве части этого целого не мыслилось. Оно отсутствовало. У этого целого только две части. Переход и построение второго. Поэтому, если мы во второй абстракции делаем как бы усиление перехода, то такой переход получается ко второму, но непонятно от чего. Поэтому, я думаю, здесь, ну, то есть, оно же не удерживалось, предыдущее там, в акте мысли больше, предыдущее одно. Удерживалось только переход и само построение второго. А первое, это в качестве действующей, действующего лица в этой драме отсутствует. Поэтому, и тут тогда получится, что это такой переход ко второму. Из ниоткуда. Да, из ниоткуда. Но это же неправильно. Как, может быть, переход из ниоткуда? Это неправильно. В этом как раз ничего страшного. Это просто, это же абстракция. Мы просто пытаемся абстракировать некоторое действительное состояние. В нем выделили искусственным образом вот этот вот переход. Оказалось, что если мы его выделяем, то это получается странный переход из ниоткуда к, но, правда, известно куда, ко второму. Ну, а вы мне так казали, что первый всегда остается как-то. И даже в этом, он изначально вот-вот всегда есть первый. То есть, уже начиная с вот-вот, всегда первый мысль. Это, ну, нет. А теперь мы просто уточняем различные формы этого вот-вот. Ну, все более детализированно это вот-вот рассматриваем. Ну, это так, конечно. Но просто конкретная форма нашего осознавания, которая называлась «больше», она в себя включала только переход и второе. К первому это не включало. Как это не включало? А переход откуда? Не включало. Мне кажется, что когда ты говоришь, что переход из ниоткуда, это сразу говорит о том, что такого быть не может. Нет, больше, чем первый, конечно. Ну, просто больше, чем первый. Но первое не удерживалось в качестве части целого. Оно удерживалось как вот-вот. У тебя оно все равно присутствует. Ну, вот и да, и нет. Я совсем по-любую. Ну, а как она может быть? Понимаешь, в сравнении ведь должно удерживаться различие-то? Больше откуда берется? Больше предыдущего. А в следующем, как можно говорить о следующем, если предыдущего нет? Откуда? Что такое следующее без предыдущего? Тогда и следующего тогда нет, если предыдущего нет. То есть цепь разрывается еще на предыдущем шаге, когда мы говорили о следующем. Когда мы говорили о следующем, значит предыдущее удерживалось. удерживаются и предыдущие и следующие но действительный акт мысли следующего требует только следующего а как ты определяешь, что он следующий? тем способом, что... у нас вот-вот есть, у нас нет никакого следующего, каждый раз новое вот, каждый раз новое солнце, вот-вот каждый раз новое мышление даже не знает на самом деле, что их много оно просто движется вот-вот-вот и все а когда оно берет одно с другим одновременно то тогда возникает следующее потому что оно знает, что был предыдущий то есть добавка состоит в том, что не просто как бы движение внутри вот-вот-вот-вот, а уже удержание предыдущего а в этом, а в больше удержание предыдущего остается и только добавляется еще новый смысл ну ладно, ну отчасти так как бы с некоторой точки зрения внешней рефлексии это действительно так но действительное состояние что мы действительно сознавали, когда мы поняли что не просто вот-вот-вот-вот-вот а просто а что-что вот это следующее чем наше понимание вот этого конкретного единого да, стало иным оно стало тем иным, что мы в этом самом вот вместе с ним и не отличая от него мыслим переход к нему он как бы с ним вот вместе слипшись нами мыслица и это следующий вообще-то переход-то нет еще как это нет? ну есть предыдущий и все и переход так слип, что мы его даже не осознаем что ли есть? нет ну можно да мы его сознаем просто не отличным от этого самого вот ну а зачем-то ты как-то пытаешься что-то усложнить как бы непонятно зачем если более это естественное состояние когда есть предыдущее переход с литвом он нам не дат а потом постепенно он не является то есть он становится для нас уже сознанием а зачем вообще философия когда же всем понятно что вот-вот а следующий это просто смысл в чем состоит ну непонятно как можно ты хочешь сказать что следующее есть потому что есть переход это более сложная мысль чем сказать что следующее есть потому что есть предыдущее ну чтобы оно было потому что тебе надо обязательно понять что такое переход доказать что возможно переход из ниоткуда доказать что переход этот как бы возможно осознавать и прочее это более сложная мысль чем просто знание предыдущего смотри вот встанем на позицию внешней рефлексии да которая относится к этому полаганию вот-вот-вот Представляем себе Конечно, помимо того, что полагается какое-то конечное ввод Есть еще и переход От одного ввода к другому ввод Или от одного полагания ввода к другому ввод Переход есть Главное, что есть ввод и есть переход Это с одной стороны С другой стороны Важно то, что мы действительно Не становляясь на точку зрения внешней рефлексии А становясь на точку зрения разного прохождения по этому ряду Мы просто по-разному можем этот ряд проходить Либо мы можем понимать, что эти ввод абсолютно изолированы друг от дружки И просто в бесконечном воспроизведении существуют Либо мы пытаемся каким-то образом ухватить переход И мы с каждым шагом все лучше и лучше начинаем понимать, сознавать этот самый переход Вот это общий смысл того развития, который мы осуществляем Мы все лучше и лучше Это ведь так Так вот переход осознается по самым простым способом Как бы не осознаваясь, если можешь накуриться Что есть предыдущий То есть переход как бы есть и как бы его нет Предыдущий есть, потому что То есть переход случился, потому что есть предыдущий и следующий Но в чем он состоит, как его отличить, непонятно Это вот понятие следующий А ты хочешь, чтобы следующего не было Переход случился из ниоткуда И мы тем не менее этот переход и отличили от следующего И не отличили, сам переход Ну смотри, в каждый момент времени Мы полагаем какой-то определенный ввод Это определенный ввод Я могу мыслить как следующий Но что это будет означать? Ведь другого ввода уже нет Тогда он не следующий А то возрасте предыдущий Когда ввод-ввод были безотносительные А что это же все стадии есть? Если предыдущего нет, значит безотносительные Это и называется безотносительно Когда нет другого ввода Вот ты говоришь слово безотносительное А смысл какой? Что нету предыдущего Следующий-то как бы с внешней позиции Следующий-то есть Но для самого мышления, которое движется Предыдущего поскольку нет И следующего точно так же А вопрос только в том Откуда возьмется это самое отношение? Откуда возьмется переход? Он возьмется от того ли Что одно граничит с другим Либо одно начинает пониматься более усложненно То есть это одно начинает мыслиться Вместе с переходом Вот что я хочу сказать Правильно Только просто эти мысли Как бы они различаются по этапам То есть сначала мыслиться как предыдущий Потому что мыслиться переход Мыслиться только тем способом Что есть предыдущий В чем состоит переход И есть ли он Это непонятно То есть мыслиться предыдущий И тем самым как свидетельствует Что переход и есть Хотя переход не отличен от само построение А потом как ты говоришь Следующий этап Когда уже само целое, это следующее мыслиться как переход вместе с построением. Хорошо, значит мы с этим согласились, что следующее это такое вот, которое мыслится таким способом, что мы понимаем, что был переход к этому вот. Но просто этот переход, этот переход как бы нами никак не схвачен. Да, но был предыдущий, переход был, предыдущий-то был, поэтому никак не схвачен. Ну не важно, не важно от чего мы думаем, что, на мой взгляд не важно от чего мы думаем, что... Не, ну если предыдущего не было, а как мы узнали, что переход был? Это то же самое вот, может вот стоит. Ты вот говоришь, вот, 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 может оно стоит. Мышление, которое фиксирует вот, оно может быть на одном месте стоит, может нет никаких много вот, а есть только одно. Я хочу сказать, что изменение мышления вот зависит только от того, как мы мыслим вот, а не от того, с чем оно соседствует или не соседствует. Нет, просто ты прав в том соотношении, что действительно здесь есть вот такие две возможности. Одно мыслить вот каким-то особым способом, а другое мыслить сравнение двух вот, да, соседних. Так вот, надо две комбинации идти прорабатывать одновременно, и указывать, что со стороны отношения, что со стороны усложнения. Так, ну ладно, ведь не было никогда этого сравнения двух вот. Но вообще-то больше, больше это просто прямое понимание сравнения. Больше, нет этого сравнения. Ну как так, больше вообще иначе нельзя понять только как, и следующее нельзя понять, иначе как, отличие от предыдущего. Если это действительно сравнение, то тогда мы должны мыслить больше следующим образом. А множество как можно мыслить без сравнения? Подожди, подожди. Тогда мы должны больше говорить не так, как до сих пор говорили. Мы должны мыслить следующим образом, что больше – это мышление, полагание одного, и переход от этого полагания к полаганию другого. И вот эта трехчастная картинка должна нами мыслиться как целое, и это будет больше. Нет, как целое – это нет. Но до сих пор, нет, подожди, именно так это и все. Вообще-то П Олег Михайлович рисовал, только целое – это состоит не все П. Понимаешь? Как Игорь говорит в самом начале, что не все П. Нет, он говорит, что все П, а теперь говорит целое. Так я просто хочу сказать, что, чтобы встать на твою точку зрения, что всегда есть предыдущие, тогда мы действительно должны были не этой зеркально отраженной буквой Г изображать переход больше, а буквой П. но это предшествующее, единое, не входило в мысль больше. Это больше нет просто, ну не входило – хорошо, значит больше нет, следующего – нет. Ну что, вернулись вообще куда-то непонятно куда. Игорь Михайлович, мы получили основу, теперь получили больше, чем основу. Игорь Михайлович, когда мы перешли, первое исчезло уже. Но в мысль больше не ходит ни было. Да, если первое исчезло уже просто на первое, то оно и будет просто первое. И все. Вот сначала просто выслали первое, потом помышли его как причину предмежно, и однопримерно помышли переход к следующему, нет этого изучения. Нет. Когда перешли, то первое осталось? Ну конечно осталось. Ну, вот в этом вопросе состоит. Ну если следующее, я просто хочу сказать, что мы с следующего заключается, ну, если правильцы, мы с следующего заключается в следующее. Мы понимаем, первый шаг, мы понимаем причину, форму как причину предмета, и тем самым совершаем переход к следующему. Где ответ – форма является причиной предмета, и тем самым, это второй шаг. Это второй шаг. Строго говоря, видимо, да. Есть простое вот, и ладно. Но как мы улучшаем ситуацию? Мы создаем форму причины предмета. Вот первый шаг, который вынуждает нас в следующем шагу. Поэтому аж срока состоит из этих двух шагов. И здесь то же самое в большем. Мы сохраняем форму как причину предмета в первом, и совершаем вот это движение по второму, ну, по второму, да, по трое больше первому. То строго говорит два шага. Но сам смысл больше, если вы вычленяете в чистом виде. Я согласен, что сам смысл больше имеет вот такой вид. Тогда то, что вы с самого начала называли действительное состояние больше, это всего лишь абстракция от более общей картины. Сама же уже есть абстракция. Заблудились в двух вот. Не в трех даже, а в двух. Это уже прогресс. Обычно в трех же соснах заблуждать, а мы в двух. Когда мы говорим о следующем, там у нас есть вот номер вот. Мы осознаем форму причины предмета. Это первый шаг. Тем самым мы переходим к новому, к новой форме, где опять форма является очень надпиементом, тем самым, средний шаг. И далее. Что является абстракцией от следующего? Мы говорили, этот переход можно понять, как переход к предмету и как переход к новому построению. В случае перехода к новому построению в случае перехода к новому построению в случае перехода к самому ГУП отношение формы само собой А в случае перехода к предмету возвращение было в предыдущее состояние, где вот были безотносительные, правильно? Ну, можно и так сказать, да. Мы говорим, что в этом переход к предмету сам переход от того, к чему переход не различается, а перехода нет. Потому что если бы бесконечное движение перехода, если бы переход не отличается от того, чему переход. Если бы мы не бесконечный переход, то мы вообще не совершаем перехода, находим поздний с переходом. То есть в том же случае просто мышление не состоялось. Поэтому абстракцию является буква П, которая уже позволяет третить больше, естественно. Вот здесь уже есть развлечение перехода, это по сравнению. Вот оно. Развлечение. Дальше больше переход направляется. Поэтому где-то здесь будет без слова абстракции. Я не знаю. Ну, сами судите. Вы же что говорите, что как происходит... Первый шаг и второй шаг. Да, совершенно верно. Второй шаг. То есть второй шаг можно считать абстракцией. Вот это вот следующее. Вот второй шаг, если он будет происходить не на уровне там следующего, а на уровне больше, то все равно есть первый шаг – сознание формы. А второй шаг – есть вот это самое удержание перехода и построение как различенного церковного. Тогда получается, что реальное, действительное состояние есть один плюс два. Вот эти вот пункты. Пункт один и пункт два. Но нельзя говорить, что один пункт два, мышление больше – это некоторое реальное состояние. Действительное состояние сознания. Это само по себе это вычленение этой двойки – это уже есть абстрагирование. Но абстрагирование может быть неудачным словом. То есть оно не соответствует тому преодолеванию, который вы предлагаете. Любопытно. Я же и говорил. Но в факте вы просто разгубаете и целостную картину на две части. И вы видите, что одна из них только действительно. Тогда как действительность имеет место… Игорь, я же говорил, я же этот вопрос говорил, а ты мне ставил, точнее, а ты мне отвечал. Я говорил, а почему нельзя мыслить о том, что есть непрерывные движения? Почему мы каждый раз отсекаем? Помнишь, я говорил, что мы первое отсекаем, а второе не отсекается? Вот я в начале семинара поставил вопрос, каким образом отсекается первое. Да? А ты мне объяснил, что оно отсекается, типа, это нормально. А теперь ты ставишь вопрос, что оно не отсекается. То есть мы вернулись как бы к тому моему вопросу. Нет, я ничего не меняю. Но вопрос, я и стоял, как отсекается первое. Я и стоял так, как мы его отсекаем? Почему переход и второе сливается, а первое почему-то отсекается? Оно не сливается с этим всем-всем. Понимаешь? Вот то, что ты сейчас вопрос ставишь, это я ставил в начале семинара. Вы почему-то в этом меня убеждённо сказали, что да, первое отсекается, в этом ничего нет особенного. Но я бы решил, дружу, наверное, нет. А теперь ты сам такой вопрос ставишь, на самом деле, что первое не отсекается. Я по обратную сторону ставлю. Я понимаю, понимаю. Нет, просто опять возник этот вопрос. Он существенный, значит, надо его выяснить. Каким образом у нас отсекается одно от другого? Каким образом? Как происходит отсечение? Вот это вот, как это сказать? Либо движение непрерывно, либо оно дискретно. Вот как вот дискредитация, или как это сказать, происходит? Дискредитация смыслом нету. Дискреция. Вот это вот актовость. Как происходит? Как вот первый акт совершился? Как происходит завершение этого акта и переход к второму акту? Как вообще второй акт появился как акт? Почему это не непрерывный единый акт? У нас первый акт есть, потом второй. И кажется, что это естественно. Мы перешли ко второму акту. Но на самом деле, откуда мы знаем, что это второй акт, а не продолжение первого? Нет, ну это, с другой стороны, теперь... Нет, ну если мы ответим на этот вопрос, тогда ответим и на твой вопрос. Что не будет буква П, а будет именно вот то, что Олег Михайлович говорит. Если мы поймем, каким образом первый акт завершается и начинается второй, то все сразу станет на свои места. Где вот это вот понятие завершения первого акта? Первый акт, он всегда состоит в том, что форма обнаруживается как причина. Вот. Ты сам отвечаешь на свой вопрос. И значит, она отсекается. И значит, не буква П будет больше, а будет буква Г обратно. Черт, черт его знает. Но просто вот в стадии шаг-2, вот в этом, в том, что мы сейчас обсуждаем, да, шаг-2 состоит в том, в той конкретной форме обнаружения причинности, в той конкретной форме обнаружения причинности. То есть, ты хочешь сказать, что акт, первая причинность, как определяется, что когда первая причиняется, вот, то есть разделяет акты именно причинение. И когда возникает новое причинение, это уже есть второй акт. Мышление понимает, что это второй акт. Было первое причинение, это первое. Когда начинается второе причинение, мышление знает, что это уже второй акт, и оно уже отделилось от первого. Вот в чем, поскольку мышление знает, что оно причина, точнее форма, она знает, что оно причина. И знание о том, что она причина, означает знание о том, когда начинается и завершается акт. Иначе какой смысл знать о том, что форма является причиной? Поскольку она знает себя причиной, она разделяет акты. Вот что важная мысль, мне кажется. Форма знает себя причиной. В частности, это означает, что она разделяет акты, что она знает, это конец первого и начало второго. Потому что она знает, когда она причиняет. Ну, может быть, я зря. Мы чувствуем, что здорово, наверное, я не знаю, потому что исходным является, опять-таки, забывается, сам забывается, вот, исходной формой блин является не вот, а блин, вот, вот. Кстати, вот, когда форма блин осознает себя причиной, то она осознает себя причиной, чтобы осознать себя причиной вновь и вновь. Поэтому нет этого состояния, вот, один акт. Осознать себя причиной, значит, осознать себя причиной снова и снова и снова. Это не зря вы будете рождены на какие-то акты. А значит, и больше не будет. И следующего не будет. Как это все? Потому что это же дискретно все. Реакция должна быть дискретным, а у вас непрерывное движение. Каждый раз форма осознает в себе причины, понятно. Как она отделяет одно от другого? Как она делает дискретность? Счет это некая дискретность. Как возникает вообще дискретность в непрерывном ряду причинения? Потому что вот ход это уже дискретность. Почему только осознаешься, и вследствие устаешься. И сознание связи тоже устаешься. Тогда надо понять, почему вот-вот. Тогда надо вернуться, почему разделяется-то у нас. Почему торопиться? Почему не просто одно вот непрерывное? А вот-вот. Потому что оно конечное было. А почему оно конечное-то? Это все понятно? Это самоопределенное. Если правильно я не говорю, то первым шагом является вот это вот-вот. И одно вот-вот-вот. Причина, чтобы быть опять причиной, чтобы быть опять причиной, это первый акт. А второй акт. Но если на акты нельзя делить, значит нельзя и дробить на вот-вот. Потому что изначально у нас вся проблема состоит, почему не вот, а вот-вот. Есть? А такой проблем уже нет. Нет, ну это... Нет. Ну это правда. Это слишком далеко возвращаться опять к тому, что такое... Нет, ну вообще говоря, на самом деле вся проблема-то и состоит в том, почему из непрерывности выделяется дискретность. Это на самом деле серьезный же вопрос. Почему есть множественность, а не одно? Что такое непрерывность? Это одно. А что такое дискретность? Это множественность, да? А почему есть непрерывность, то есть не одно, а множественность? Это нужно объяснить. У вас получается, что это просто так, потому что это так и все. А то, что там определенно, конечно... Влад, ты ставишь другие вопросы совершенно. Вот ты как бы... Не-не-не, они здесь... Создай свою точку зрения, которую будет об этом трактовать. Олег Михайлович, как бы его построение не позволяет задать этот вопрос. Ну ты же сам так говоришь. Да нет, это какое-то другое. Не отделяется вот это вот первое, а второе. Не отделяется. Другое, Влад, еще. Ты говоришь совсем о другом. Ты говоришь о том, откуда взялась дискретность, откуда взялась комиссия. Ну почему я этот вопрос составлю? Потому что вот здесь возникла проблема. Как одно отделяется от другого. Ну как? Вот расскажите мне, как это... Да нет, это твоя интерпретация. Это ты же предсказал, что есть не Г обратное, а П. Да, по листу. Да дело не В. Ну объясни тогда, в чем состоит. Дело совсем не Г. Я просто разъявал твою мысль на самом деле, а не свою. Что это? Ты сказал, что есть П, а не обратное Г. Я сказал, я в принципе логичный. Я объяснил, почему это так. Потому что как отделяется первое? Непонятно. Как оно вообще отделилось? Как вот стало как бы ушло и появилось новое? Мне, собственно, что смущает? Меня смущает следующее, что то, что мы имеем дело не с полаганием вот, а с полаганием вот, 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 вот. Это обстоятельство фиксируется на, как мне представляется сейчас, только в так называемой нашей внешней инфекции. Когда мы бросили само движение, а встали на такую-то внешнюю точку движения. Это когда-когда? Ну вот, вот сейчас, чтобы мне понять, что ситуация больше есть не просто переход и построение второго, но еще и в каком-то смысле удержание предыдущего. Вот я, чтобы это было понятно, я могу, наверное, сказать следующее, что, ну, на какой-то статии мы поняли, что мыслить форму, значит, мыслить переход. Я не сказал. Это было. Есть. Да. Значит, мы не имеем мыслить форму как причину, значит, мыслить переход в следующий такой же форме, в следующий такой же форме. В следующий шаг, при этом, мы можем мыслить переход и неотличимого построения, но вы тогда получаете следующее. Исходное в это является. Да, да, да. Следующим шагом является, на этом шаге мы переход мыслить дальше, как мы его и не мыслим. То есть его мышление совпадает с построением нового, а на следующем шаге мы скрепляем эту конструкцию. То есть формой является не вот это, а вот это. Ну, то есть непрерывно все-таки. То есть дискретности никакой нет. То есть дискретность навязывается непрерывному движению. Ну, получается, нет никакой дискретности. Есть только непрерывное движение, которое дробится нами, нами дробится. Мышление дробит непрерывное движение. Правильно? Ну, если дискретность не то же самое дробленное и непрерывное, то да, по-моему, то же самое. И дискретность – это дробяще еще никто не знает. А что еще? Не, ну вот если брать квантовую механику, то это не так. Дискретное и непрерывное – это разные. Принципы разные. дискретно это дискретно непрерывно это непрерывно и не и более того сказать что непрерывное она можно его сколько угодно дробить счетным множеством и тем более но и все равно но не раздробится потому что непрерывное может иметь просто мощность если она и непрерывно бог имеет большую мощность да то есть непрерывная и дискретная они неравномочие множество то есть непрерывное множество действительно числа так как бы дискретно это счет вопрос хорошо я по я прогулку про слова непрерывно я имею как бы не я понимаю изначально у нас объект был именно непрерывный смысле действительных чисел и он неравномочий не только сказал но одно ничего здесь только одно это означает что есть непрерывный смысл действительных чисел ну а как если я понимаю тем не менее оно как бы именно как раз по аналогии являлся непрерывным смыслом а дискретное это я согласен дискретный тоже не ну я это еще раз беру вопрос всегда всегда связан с тем как это математические слова и философские слова сочетать можно просто говорить о том что ну о чем олег михалыч говорит о том что это любое непрерывное можно разбить на дискретные но это же не так я четко что я то говорю что это не так что не покроет множество допустим все пространство чисел никаким образом множество действительных чисел не покроет я просто качестве в качестве примера что нельзя говорить о том что дискретно есть раздроблено непрерывно вот что ты можешь запросто раздробить на 10 дискретных отрезков от 0 до единицы до 2 только какое отношение имеет тогда это счет вот расскажи мне я согласен у тебя получается что это где счет то здесь счет это нет для того чтобы раздробить отрезок 1 10 на 10 резок заранее надо знать что такое счет и потом раздробить а тут наоборот зачем как-то учить счет сам же этот разговор значит что у тебя есть непрерывное оно делится дискретно нет у тебя непрерывного дискретного который делится на что то нету вот есть такое построение мы готовы эту интуицию удержать что форма дана себе тем способом представился вопрос как отелящя как отделяется каждый раз вот он отделяется другому как вот коколию года только в этом мой вопрос к литрами мог располагай на почему год это не был просто а вот вывод и все получается практически вопроса лился котором почему каждый раз ряд вот отделяется Казалось бы, им тоже действительно понятно, что вода никогда не является водой, а всегда водой. Правда же? Да это понятно. Только на каком этапе оно отделяется? На этапе, когда было единое, оно пришли к обдону. Это понимаю. Теперь, когда мы уже обладаем более тонким аппаратом, мы должны переобъяснить с точки зрения более детализированного описания, как происходит отделение. Мы объясняем, как происходит переход детализированного. Мы должны объяснить, как происходит детализированное отделение. Тогда мы это получили просто, условно говоря, на пальцах, а теперь мы должны, имея более детализированный аппарат, объяснять, как мы отделяем. То есть, так же, как мы сейчас объясняем, как мы переходим более детализированным. Там был переход, и мы не объясняли его, он был просто грубый переход. А теперь у нас есть... Мы переход объясняем детализированно, а отделение детализированное не объясняем. Мне кажется, для полноты картины надо объяснять, почему происходит отделение. Ну, Влад, по-моему, это одно и то же. Если я понимаю, как происходит переход, то я тем самым понимаю, в чем разница между тем и другим. Тем самым я детализирую отделение. Я не вижу разницы. Если я совсем детально понял переход, то в чем еще надо для понимания отделения? Посмотрите, как вы рисуете. Олег Петрович, посмотрите, как вы первый шаг нарисовали в виде ступенек непрерывных. У вас там отделения-то нет? Как о том и разговор идет, мы о чем разговариваем-то. Отделение либо есть, либо его нет. Мы в следующем шаге уже совершенно находимся. Было просто... Вот, потом встало. Вот. Вот, потом встало. Вот. 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 Потом встанет, по-другому, в здоровье. Это будет уже операция. Соответственно, мы же идем к этому отделению. Вначале вообще бы не было понятно связанное или разделение. Теперь понятно, что переход есть. Разница есть. Следующий предыдущий – это разница. А не что-нибудь другое. Здесь, знаете, еще больше. Не просто следующий предыдущий. Один больше. Другой меньше. Вот такая величина разница. Теперь вообще разобьем. Разобьем на части. И в этом месте не много, хотя бы в границе. Классическое. Это и называется, по-моему, пониманием разделения. Мы уже подошли к этому делению. Это уже почти то же самое. А это подальше от этого. Это поближе. Совсем вот по этому. То есть, к делению еще мы подойдем. То есть, еще не дошли. Да, ну, подошли. Это делаем, да? Делили на предыдущие и последующие. Здесь делили. Теперь уже совсем разделим. То есть, смысл просто… Что-то мне непонятен смысл. То есть, я бы, я лишь не дискуссирую. Все решено. Надеюсь, мне Fitzpatrick. Уб Bathи. Все решено. Когда Присplanало. Зачем вырежем? Зачем вырежем под rec其實 к т 시청.